Дженни, ты в предвкушении сегодняшнего вечера. Да, это последний концерт. 42-й по счёту для меня. Её муж ждёт, не дождётся, когда заполучит её наконец-то назад. Да, это мой мир. И пора возвращаться к реальности. Рано или поздно всему приходит конец. До встречи в 2019 году. Вы обеспокоены, когда слышите о наступлении нового тура Мадонны? Ещё бы, я не могу дождаться, когда она уйдёт на пенсию. Это то, что я хочу. Иногда я волнуюсь, ведь бывает, я понятия не имею, где она. Где-то в Восточной Европе или в Азии, или где-то ещё, спит на улице, в палатке, либо где-то бегая через поле стадиона, чтобы попасть на концерт. Для Шона наступает особое время, когда Мадонна отправляется в тур, потому что вместе с Мадонной в свой мировой тур отправляется и его жена, большая фанатка королевы поп-музыки. Я выгляжу так, будто я у себя дома, но я на улице. Эту подушку мне принесли из отеля, а матрас я купила в магазине туризма. Я была в таких магазинах в каждой стране. Особенно в Европе мне как никогда понадобилось туристическое снаряжение для концертов Мадонны. Дженни работает менеджером региональных коммуникаций в одной крупной компании. Её муж Шон занят в сфере финансовых услуг. Можно сказать, они представители образцовой английской семьи. И в их большом доме царит настоящая гармония. Но всё меняется каждый раз, когда Мадонна выпускает новый альбом. И вначале Дженни спешит пополнить огромную коллекцию, в которой отведена отдельная комната. Столько лет ушло на то, чтобы всё это собрать. Начиналось с малого, а потом появлялось больше и больше вещей, которые хотелось приобрести. Я обожаю всё, что выпускает Мадонна. Она икона. Мне так нравятся эти издания, ведь это целая история Мадонны. Можно проследить, как менялся её образ с годами. Всё это было выпущено до эпохи социал-медиа. Я очень горжусь, что у меня этот особый журнал. Был конкурс написать заметку, и я его выиграла. Моя фамилия есть даже в титрах. Вот здесь. А на следующей странице моя статья. Я написала отзыв о её фотосессии для Дольче и Габаны. Так что я часть истории. Я безумно счастлива, и даже Мадонна оставила мне свой автограф. Кроме огромной коллекции, Дженни может похвастаться и билетами на концерты Мадонны. После своего австралийского друга Изи она лидирует по количеству посещённых шоу. Концерты закончены. Шоу номер 82. 42-е для меня и 44-е для тебя. 86 концертов у нас на двоих. Даже Мадонна путает, сколько концертов мы посетили. Я была в Америке, в Южной Америке, в Аргентине. Я была в Среднем Востоке, в Тель-Авиве, в Абу-Даби. Я объездила всю Европу, была буквально в каждом городке, где выступала Мадонна. Я также была в Японии, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии. Можешь ли ты нам рассказать, сколько стоят такого рода поездки? Я никогда не считала. Я не знаю, стоит ли включать туда путешествия, так как в любом случае мы тратимся на отпуск. И тратим много, но в данном случае то, что мы покупаем, это эмоции и незабываемые моменты, которые не имеют цены. Это бесценно. Только последний тур Rebel Heart Дженни видела более чем в 10 странах на трех континентах. Обычным людям нелегко понять, зачем фанаты смотрят по 40 концертов за один раз. Даже футбольные болельщики на столько игр не ездят. А ведь в отличие от футбола, концерты во всех странах одинаковые. Для нас, фанатов, каждое шоу разное. Чем больше шоу мы посещаем, тем больше замечаем разные костюмы, разные вещи, о которых говорит Мадонна, разный посыл ее сообщений. Каждое шоу меняется. И каждый раз ты смотришь концерт с разных уголков и так по кругу. Для Дженни Мадонна – это не только королева поп-музыки, но и просто женщина, на которую она хотела бы быть похожей. Я присоединилась к благотворительному проекту, чтобы собрать денег для строительства школы в Африке. Мы собрали 240 тысяч долларов или 130 тысяч фунтов стерлингов, чтобы купить оборудование для производства кирпичей и построить школу. Мой сын, кстати, даже поехал в Африку, чтобы помочь местным жителям. Поэтому дело не только в ее музыке и концертах. Мадонна оказала невероятное влияние на меня. Я чувствую себя более полезной обществу благодаря ей. Мы едем на второе шоу в Брисбон, и со мной сейчас Джейм, Елена и Рик. Рик – мой хороший друг из Перса. А Дженни шьет по дороге на концерт. Правда, Дженни? Да я только и делаю, что шью в дороге, и уже привыкла к этому. Одни цветы кругом в машине, на голове. Но ты практически закончила уже. Это да. Я начала шить в Сингапуре, потом шила в Новой Зеландии, в Персе, затем в Брисбоне, Мельбурне. Везде, куда бы я ни ездила, я только и шила. С ума можно сойти. Как я умудрялась находить на это время между работой и концертами. Мадонна надевала это платье в цыганской секции. И этот плащ было так смешно носить, у меня были такие же цветочки на голове, как у танцоров. Немного странновато было покидать отель в таком виде. Я думаю, что вся сложность не только в самих путешествиях. Но я вот не знаю, если Дженни понимает, сколько времени занимают туры Мадонны. Потому что для нее это только первая ночь концерта и последняя. Открытие тура и закрытие. Но для меня тур Мадонны это 12 месяцев до и 6 после. Потому что за 12 месяцев фанаты скупают билеты. Они решают, какие билеты покупать, куда поехать, какой забронировать отель, как добраться до концерта. Кто еще поедет на концерты, в какой день. А потом еще 6 месяцев после концерта они делятся видео и фото. Поэтому для меня туры Мадонны забирают 2 года из нашей жизни. Железному терпению Шона может позавидовать любая семья. И с каждым туром Мадонны запас его терпения только растет. С каждым годом Дженни посещает больше концертов, чем в прошлый раз. Она может отсутствовать дома и не видеть Шона целый месяц. А потом возвращаться домой, к себе в страну на несколько дней и снова в тур в другие страны на несколько недель. Это тяжело объяснить другим людям. А вы рассказываете им об этом? Мы не пытаемся это скрывать, ведь это не болезнь какая-то. Но в то же время это не то, о чем хочется кричать на каждом повороте. Это не легко. Я ведь не могу взять 6 или 12 месяцев отпуска. Когда нет тура, я не беру отпуск, экономлю его на будущее. Это означает, что Шон и я не можем отправиться в отпуск тогда, когда мы хотим. Но, к счастью, он меня поддерживает. Ну что, сегодня у тебя последний концерт в Пуэрто-Рико? Да, меня ждут последние два концерта Rebel Heart Tour. После этого я уеду в Лондон, но только на пару недель, потому что потом я отправляюсь в Японию. В Токио Дженни ждут очередные концерты Мадонны. А пока поп-королева завершает свое турне в Северной Америке, в Пуэрто-Рико. И сегодня к Дженни на остров из Лондона прилетел муж. Шон, что вы думаете, когда она говорит, что поедет, например, на 44 концерта? Я, конечно, думаю, она сумасшедшая, но то, что важно для нее, важно и для меня. А вы тоже на концерты Мадонны ходите? Да, я уже был на двух концертах этого тура, и мне вполне хватило. Это не первый случай, когда Шона приходится сопровождать свою жену в поездках за Мадонной. Уже через неделю он вынужден будет ознакомиться с азиатским турне королевы поп-музыки. Но когда жена пойдет на концерт, он отправится один, по местным достопримечательностям. Бывает, и в отелях приходится спать одному, ведь Дженни спит на улице с фанатами, чтобы попасть в первый ряд. Дженни, а если встанет выбор между Мадонной и вашей семьей? Семья всегда на первом месте. Прости, Мадонна, но она следом на втором месте, ведь она тоже моя семья. Но моя настоящая семья всегда на первом месте. Я никогда не сделаю что-то, чтобы их огорчить, и мне удается делать так, чтобы моя семья была счастливой, даже когда я посещаю концерты Мадонны. Мы все независимые люди. Мы делаем различные вещи, и это не проблема, если она захочет куда-то поехать, как и не проблема, если она захочет отправиться в тур. Я думаю, я просто привык к этому очень быстро. Я привык даже к той ситуации, например, когда у нас семейный разговор за обеденным столом. Но человек, который сидит передо мной, меня абсолютно не слушает, ведь он скупает билеты на концерт. Но, как я уже сказал, я ко всему привык. Шон впервые встретил Дженни в 90-м году, в то время, когда она влюбилась в Мадонну. И он полюбил ее такой, какая она есть, большой фанаткой Мадонны. Конечно, тогда и речи не было про 40 концертов за тур, но уже тогда он прекрасно понимал, на что идет. Их первое свидание прошло на первом для Дженни концерте Мадонны. Его первыми подарками были самые редкие издания певицы. Он хотел, чтобы коллекция будущей жены всегда была полноценной, и знал, что это ключ к ее сердцу. Он уверен, что отношения строятся на уважении. Ведь мы все очень разные и имеем право на свою маленькую жизнь даже внутри семьи. Когда мы поддерживаем интересы друг друга, пусть даже самые сумасшедшие, пусть даже те, которые до конца будут непонятны нам самим, это, пожалуй, и есть то, что мы называем любовью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok